В программе «Два кадра» ровно 7 лет. 1 марта 2016 года вышел в свет первый выпуск передачи, в которой двое ведущих, Сергей Гаевский и Юрий Рыченков, путешествовали по родному краю и запечатлевали самые интересные моменты в виде фотографий и в конце выбирали два самых удачных снимка. А, не помещается. А еще так? О, то, что доктор прописал. Этот шикарный кадр, небо, обрамленное древними стенами синагоги. Отсюда хорошо виден костел, а вот там остатки православного храма. Честно говоря, для нас православных католическое богослужение выглядит немного необычно. Я бы даже сказал, экзотически. Вот если бы сейчас костер разгорался, правда, нам было бы, что у него на лице красный такой блик. Было бы вообще обалденно. Ну же, давай подождем, когда костер разошел. Значит, надо зажимать. Приготовились. Раз, два, три. Не моргаем. Позже снимков стало много, а приключений еще больше. В первом сезоне ведущие опускались с аквалангом на дно Днестра, гоняли по ухабам на джипах, карабкались по скалам и уходили под землю. Так, где-то здесь мы должны встретиться с герой нашей программы. Теперь, дай бог памяти. Это второе ответвление от левого входа. Наверное, вот это. Посмотрим. Там должен быть большой-большой каменный столб. А ну присядь, вон на тот камушек. Так я посмотрю, как эта сцена выглядит. Темно, страшно и недавно был опвал. Замечательно. Осталось только это все грамотно подсветить, и у нас будет великолепный портрет пещерного обитателя в интерьере. Я, честно говоря, всю дорогу пережил. Как я полезу в ледяную воду. А я позагораю. Забудьте не забывать. Юра, возвращайся к нам. I'll be back. Вскоре на место Сергея пришел новый ведущий Евгений Масленников. Изначально предполагалось, что дипломированный историк добавит в программу познавательные информации. Но оказалось, что помимо этого, передача стала еще больше наполняться здоровым журналистским юмором. А иногда и не очень здоровым. Ты очень много говоришь, Юра, пора начинать. Тебе крышка, Женя. Я ему это припомню. Боже, я ебей. Давай, давай. Смотрите. Офигеть. Это суши. Алло, да. Три мешка морковки, не меньше. Нет, три. Три. Четыре много будет. Мы должны своим видом отпугнуть злих духов. Ну, ты это своим точно отпугнешь даже без костюма. Сейчас кому-то будет виноват. Йо-моё. Офигеть. Женя, Женя, прием. Как слышно меня? Разгибание, Женя. Ой, у нас мальчик. Поздравляю, Юра, ты принят в отряд юных орнитологов. Юрий, позывной Баклан. А сердце бьется, как у зайца. Это моя кормушка, нечего сюда ладить. Слушай, между прочим, тебе повезло. Вот людей, когда кольцуют, окольцовывают, их потом не отпускают. Жека Воробей, действие. Очень скоро программа «Два кадра» обрела своих последователей, и многие зрители отправились по следам ведущих, чтобы увидеть все своими глазами. Программа пошла им навстречу, и некоторые выпуски превратились в настоящие видеогиды по тем или иным интересным местам. Правда, в некоторых случаях ведущие были вынуждены предупреждать, что не рекомендуют неподготовленным путешественникам в здравом уме отправляться по их следам. Слушай, я одно время так смутился, сконфузился, я бы даже сказал. Вот там в этих же лесках я чуть не застрял. Вот здесь можешь свить себе гнездо. Я боюсь, что так и придется делать. Но если посыпимся вместе со всем, то, возможно, на работе нас будут очень сильно ругать, и не исключено, что в прошедшем времени. Вариант «Б». Во время своих путешествий программа составляла карты, следуя которым можно добраться в самые интересные места на транспорте или пешком. Но сами ведущие не ограничиваются ногами или колесами. За годы приключений им пришлось освоить разнообразные виды транспорта. Белый парус, ветра полный, крыша нам над головой. Мы помянем эти волны, если мы придем домой. Путь домой, путь домой. Если мы придем домой, мы помянем эти волны. Если мы придем домой. Мы придём, но день настанет, Тесен станет дом родной В море нас опять потянет, Если мы придём домой Путь домой, путь домой Если мы придём домой, Море нас опять помянет Если мы придём домой Я верю, что я могу летать, Я верю, что я могу touch the sky И не только красивые места попадали в кадр программы За время путешествий героями передачи становились разнообразные представители животного мира Дикие и одомашненные Редактор субтитров А.Сёмкин Хватки выпутывай Ай, зарази Бум Бум Да, без контакта Да, что ты, да О, панк такой Разрешение классное Самое интересное, что включается воображение вот на фоне этой крепости Ты только представляешь себе быть рыцарем или там Эгэй, пойдём Погуляем Сейчас ты постучишь Поскачем Ты что-то хлопай попой Контролирует И сразу же ощущаешь себя или как в кино, или как будто перенёшься в прошлое Я сейчас уже всю дорогу еду, и у меня в голове крутится песня Короля Ишута Качает ветер травы в поле Пойдём, пройдём, вы босиком Или проехать на лошадь Вот здесь Такой своеобразный манеж Цитадель Бендерской крепости Я думаю, что эта площадка идеально приспособлена для того, чтобы здесь прокатиться с ветерком Но мы как неопытные наездники, пожалуй, сейчас выпендриваться не будем Потому что это небезопасно Вон один показался Метров 20 до него Жалко, что у меня объектив не позволяет Больше приблизить Но, во всяком случае, некое подобие крупнопланового портрета мы сейчас попробуем изобразить Суслик европейский Ну, у меня, конечно, не такая оптика, как у специалистов Я смотрю, вот от долу я бы примерил В горах сошла лавина Мы были наблюдателем этой лавины Мы прямо сейчас видим, как лавина из овец спускается буквально там, где с трудом проходят люди Обычно такая ассоциация с какими-то горными баранами, либо козликами А тут овечки Я бы назвал их фитнес-овечки Спускаются вообще просто непринужденно Зная, где находится корм, еда На дворе февраль, причем лютый мороз А они все равно находят, что поесть себе Давайте снимем их Так, ты ответственный за переговоры Будем вести переговоры Ты самый главный тут Твой помощник Мы пришли с миром А вы кто? Ничего себе, как много Так, стоять, а как мне выйти отсюда? А вот это датчики, которые идут в обе стороны? Да, да, да Тут, получается, стоят три датчика Вот, раз, два, три И это уже инфрафасная подсветка А сейчас посмотрим на этого красавчика Субтитры сделал DimaTorzok Вот она, вот она, вот она, вот она Вот она, вот она, вот она Вот, 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 вот Ловила, ловила Ох, нет Мне самому страшно, елки, ребята Идем Неси ее на себе Эти перчатки непробиваемые Мне пофиг Мне нужен суточек Знакомьтесь, крымская скалопендра Активный ночной хищник Нападает на все, что не превосходит ее размерами Включая ящерицы змей Укус ее не смертелен Ну, даже взрослого человека Может на пару дней уложить в койку Дети и аллергики, столкнувшись с ней, рискуют более серьезно Ей даже кусать не надо При опасности она выделяет ядовитую жидкость Стекающую по лапкам Скалопендре достаточно проползти по голой коже Чтобы вызвать отравление Но это не значит, что она нам враг Люди не входят в ее рацион питания Это обаятельное существо Само старается держаться от нас подальше Продолжение следует... Только пришли, уже нас нужно поздравить с уловом Есть фото зимородка и фото черного аиста А черный аист это редкая птица, Николай? Очень редкая птица У нас прекрасная книга И в таких глухих местах она обитает Вот зимородка пошел с рыбой А, есть, я его зацепил Субтитры сделал DimaTorzok Да и самим ведущим не раз приходилось Примерять на себя весьма необычные роли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты сторис на ночь выложил от издемона? Было дело показать? Так я их видел тоже И не Акияга фотки мне прислал Ты с Кассио там обнималась? Чуть-чуть, немножко и по-дружески Он пост недавно выставил Сказал, репостил он тебя Едва до скайпа не довел То ложь Ну, чуть-чуть Ты лайкала его Ты стыжая Но он наш общий друг Я перекрою вам коннект Вай-фай, блютуз и кислород А ты что, дурак сейчас два действительно задумал? Да я вообще-то давно мечтал Я знаю Ну, мне ничего не надоел С наступлением весны Два кадра снова отправляются на поиски приключений Попутно составляя карты для тех, кому не сидится дома А тем, кто еще не познал прелести путешествий В программе снова зазвучит призыв Путешествуйте! Что ты нашел уже? Какой-то жук-жук Это жмайка Жмайка? Жмайка? Пишется слитно, да Жмайка Это жук-майка Только на этот раз я его в руки брать не буду Такой муравейник Муравейник в лесу Блин, у меня все ноги уже в муравейник Блин, они кусаются Давай, говори быстрее Это прям лесные такие классные муравьи И есть же такая замечательная история Блин! Вот это виды! Вот такие проплешины Это на самом деле посаженная маленькая елочка Не наступайте, обходите стороной Николай, признайтесь, мы в глубокой кабаньей тропе Там мы намерены громко проораться И сделать классные фотографии Потрясающей красоты место Вот просто хочется здесь сидеть Вот так вот и тихонечко любоваться и слушать ветер Потрясающая здесь акустика А самое главное, что ощущение такое Как будто ты выходишь на какую-то трибуну Или на сцену древнего амфитеатра Ох ты её, смотри, какие зубы Сейчас подождём 20 минут Ну да Мы просто присыпим висками колер Вот смотри, вон гомарусов сколько Это... Какие гомарусы? Жучки такие Они основы кормовой базы в этом ручье Именно в этом ручье, да? Во всех Заранее как-то предупреждать про гомарусов Я теперь понимаю, для чего ты нас сюда привёл Да, именно Обманом завлёк для уборки мусора Если же вы крепкие телом и духом Вам здесь понравится Ну здесь реально очень круто Здесь очевидный разрез истории нашей планеты Включился девиз нашей программы Слабоумие И отвага Я себе с трудом представляю, как мы будем от себя спускаться Ну что ли, как что ли Но теперь главный вопрос Как? И зачем? Вот она наша красота Дракула просыпается Логово злодея, посмотрите сзади Поэтому вы не переключайтесь Оставайтесь с нами, будет круто и интересно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!